Мы начинаем. Мы начинаем. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим об интернет-предпринимательстве и вообще об интернет-предпринимательстве в принципе. Об идее, когда мы занимаемся, в чем же она состоит. О партнере, с которым мы работаем, сотрудничаем, о том, что мы предлагаем, что нужно делать, и о том, что будет в результате делаемой работы, к чему мы все-таки идем. Постараемся уложиться в 40 минут. Хорошо? Хорошо. В двух словах расскажу о себе. Меня зовут Анна Скублова, я топ-менеджер в проекте «Деловой квартал». Сотрудничаю с этой командой уже более 17 лет. Я пришла в проект, у меня до проекта был и свой бизнес. Я занималась предпринимательством уже до этого. Классический бизнес, небольшие магазины. Поставьте пятерочки в чате, у кого есть опыт своего какого-то бизнеса. Я не знаю, малого, большого и так далее. Своего бизнеса. У кого есть опыт какой-то. Может быть, магазинчики какие-то там делали. Может быть, какие-то, что-то свое производство у вас было. Не важно. Но просто вот есть опыт. Вот я занималась своим бизнесом, небольшие магазины у нас были с мужем. Все нравится, все хорошо, деньги, в общем-то, есть, но они чаще всего виртуальные, потому что очень много приходится складывать. И очень большой риск, потому что складывая в какой-то магазин классический, да, не в интернет, а вообще в магазин, то в любой момент ты можешь это потерять. Потому что очень много закрывается, переоборудование, ну, в общем, очень все перетрубаться идет. Постоянно какие-то наезды, с пожарными, независимые комитеты по защите прав потребителей и тому подобное. Очень все сложно и самое главное, огромное количество времени, которое это оттягивает. Ты вроде как и зарабатываешь, зарабатываешь, но много, очень много времени посвящается. И жизнь, действительно, проходит мимо. Также у меня есть опыт работы по найму, я тренер по образованию и фитнесу, мне очень нравилась эта работа, но денег нет. Тоже много проводишь времени на работе по найму. Кстати, поставьте, пожалуйста, не знаю, там, троечки в чате, кто или работал по найму, или сейчас еще работает по найму. Чтобы мы с вами вот видели аудиторию, с кем мы с вами говорим, да. Работала по найму, тренерская работа, сложность в том, что ты не распоряжаешься своей жизнью, потому что ты все время находишься в зависимости от руководства, от начальника и так далее. И сколько бы ты ни работал, ты все время упираешься в потолок финансового дохода, потому что всегда надо понимать, когда вы работаете по найму, что определенное количество человек благодаря вашему конкретному труду будет получать заработную плату или доход и так далее. Потому что вот эта цепочка руководителя, она так построена, что кто-то конкретно зарабатывает в цене и доход, а кто-то занимается распределением этих средств, руководят. И, конечно же, вот этот момент в зависимости от свободы абсолютно никакой нет, еще и финансовый потолок. Вот. Я думаю, что те, кто сегодня присутствует, те, кто написал, что работали или работают по найму, конечно же, сталкивались с такими вещами. И раз вы сегодня здесь навстречу, значит, вы ищете какие-то другие возможности. Меня в проект пригласила моя мама со словами, что есть возможность зарабатывать деньги, не скалывая всю жизнь на работе. Меня эта тема очень интересовала, потому что ребенок, которому тогда сейчас 18-летний парень, тогда ему было 4-5 лет, он, конечно, рос постоянно с нянем, потому что загруженность была очень большая. Я искала возможности, благодаря которой я смогу зарабатывать на жизнь, но при этом быть хорошей женой и мамой. Вот была у меня такая мечта. Кому нравится такая идея, вот с девушками вопрос, да, на данный момент. Я думаю, что для мужчин это тоже хорошая идея. Как-то проголосуйте в чате там любой знак, который вам нравится, висать на этот путь. Если вам нравится идея быть хорошей женой и мамой, и в то же время быть финансово незавидимой, иметь возможность дохода. Вот, но я думаю, что для мужчин тоже это интересная идея, потому что мужчины далеко не меньше, чем женщины, намного больше хотят преуспелить где-то, да, хотят что-то добиться, хотят хорошо зарабатывать. Но я знаю, что многие мужчины хотели бы больше проводить времени со своим индуетом, путешествовать, детьми, детям своим больше времени выделять. Да, то есть это абсолютно, в общем-то, такая нормальная черта для обоих родителей. Спасибо большое за ответы. Вот это моя история прихода в этот проект. На данный момент я очень много своих уже целей осуществила в этом проекте, именно благодаря очень классной команде лидеров, да, которые действительно помогают любому человеку, который приходит сюда. И я думаю, что кто из вас уже начал работать, вы уже видите поддержку не просто одного наставника вашего, но и команды лидеров в нашем проекте. Это очень важно, потому что ни на каком-то другой работе по найму, тем более в классическом бизнесе такого нет. Почему же мы говорим об интернет-предпринимательстве? Потому что сейчас большое количество людей ищут источники дохода именно через интернет. Почему? Потому что лет 5-7 назад большое количество людей стало работать, подработать, там, что-то еще. Через основном что? Сейчас ли какие-то издания, газеты о работе? То сейчас все-таки, наверное, 90% людей понимают, что все эти издания есть в электронном виде, незачем покупать вот этот столной газету в 35 страниц, да, и перелистывать. Когда можно набрать в интернете поисковые статьи в любом браузере то, что вы хотите, вы тут же получаете нужную вам информацию. И огромное количество людей сейчас дополнительную работу ищет. И я думаю, что вы точно так же, как и я, сталкиваетесь с такой ситуацией, что вокруг вас люди все чаще говорят о том, что нужен дополнительный доход. Почему? Потому что давайте возьмем обычную, допустим, семью, да, любую. Папа работает, мама, допустим, сидит в детстве. Как правило, сейчас очень многие люди прибыли пользоваться кредитами, там, или, в принципе, рассчитывают приобрести что-то, да, в ближайшее время. И если работает один человек в семье, то достаточно тяжело сейчас еще и хорошо там питаться, хорошо одеваться, квартиру там поддерживать, да, в нормальной состоянии, и еще откладывать на что-то. А если есть кредиты, то уже хочешь не хочешь, ты хочешь платить. Я думаю, что вы об этом все знаете. Студенты, да, на ту стипендию, которую сейчас получают стипендию, если получают, тоже не проживешь там полторы тысячи, тысяча шестьсот рублей. Если, например, студенты учатся на платном образовании, тогда учение, да, стипендию, тогда, конечно же, очень многие студенты пытаются подрабатывать, чтобы помогать своим родителям, в общем-то, оплачивать это образование. То есть, я не знаю, вот в ваших городах, как в Москве, сейчас минимальная стоимость высшего образования, это 250 тысяч в год. Ну, вот примерно такие цифры, может быть, есть чуть-чуть меньше, чуть-чуть, и намного больше. Но вот средняя цифра, это где-то 250 тысяч за год. И, конечно же, для многих семей это действительно очень тяжело. Вот, и поэтому, именно поэтому, очень большое количество людей сейчас ищут дополнительные источники дохода, выходя в интернет. И, соответственно, если есть строк, есть и предложения. Кто сталкивался с разными предложениями в интернете, делать ничего не надо, продавать ничего не надо, обучаться не надо. Вот, только вы к нам зарегистрируетесь, там, плата бесплатна, и у вас все будет хорошо. Доход прямо вот тысячу долларов за что вы будете получать. Будет вам счастье. Ставьте лайки, и все будет платно. Кто сталкивался с такими предложениями? Я сталкиваюсь периодически. Я хочу сразу сказать. Так как мы говорим сегодня о хорошем, о здоровом, нормальном предпринимательстве, давайте говорить все-таки про профессиональное. Предпринимательство никакого не бывает без обучения. Если вы хотите через какой-то новой область зарабатывать деньги, серьезные, то, конечно же, нужно обучаться. Как минимум читать книги, как минимум изучать опыт уже успешных предпринимателей в этом бизнесе, в том, чем вы хотите заняться. Обучение. Второй момент. Не бывает, нет продаж. Предпринимательство само по себе – это уже продажа. Бизнес, любой бизнес, он не может строить себе без продажи. Просто не надо подразумевать по словам продажи стоять картошку, подавать свадька. Да, Татьяна, обезвлечение вообще невозможно. Сейчас люди это очень понимают, и люди 50 лет ходят в зоопарку, да, то есть даже на наемное, вот, очень часто это происходит. Чтобы сейчас быть конкретно способным на рынке, если я даже молчу про бизнес, то нужно все время обучаться, нужно двигаться вперед, развиваться. Никому не нужны сейчас специалисты в любой области, которые знания получили 30 лет назад, и вот так же этими знаниями обладают. Сейчас слишком быстро меняется ситуация на рынке, чтобы сидеть долго на все знания, которые вы получили в 10-10 лет назад. 15-20 лет назад. Вот, по поводу продаж. Продажа – это не стояние у ладька. Техники продаж абсолютно одинаковые везде. Техника продаж у хорошего продавца на рынке, я думаю, что многие не помнят, что такое рынок нормальный. Помните, стоящая там на рынке женщина, которая продает много овощей, когда вы все купили, она вас спрашивает, что-то еще, а вам завернуть, а вам упаковать в пакет. То есть она использует определенное… Это вот на подсознательном уровне очень многие люди, вот эти вот техники продаж у людей. Но эти же самые техники работают и в бизнесе, в продвижении каких-то идей, в продвижении бизнеса, в продвижении себя, да, на каком-либо из рынка. Я сегодня была как раз на тренинге о продвижении в Инстаграм, очень интересно. Я хочу сказать, что техники продвижения абсолютно такие же, это техники продаж, и они работают везде. Поэтому без продаж никакого бизнеса не бывает, никакого предпринимательства. Это, в принципе, противоречиво, да, если вам говорят, что это бизнес без продаж. Дальше, просто продажи бывают разные, да. Дальше. Без вложений. Опять же, не бывает бизнеса без вложений, но вложения бывают разные. Бывают вложения в бизнес, товар, бывают вложения в аренду, бывают вложения, там, во что-то еще, да. То, что вы можете, как предприниматель, вы можете потерять. Магазин у вас могут, ну, там, не знаю, закрыть этот магазин, может администрация город, да, закрыть на реконструкцию какой-то торговой цены. Сильно поднять цену арендную, и вы, опять же, не сможете ее платить, значит, вы потеряли все, что вы раньше заплатили за это. Да, и так далее. Там, я не знаю, ну, вложение к криминальному, может пожар какой-то случиться в вашем, ну, дай бог, магазине, да, такое тоже бывает, затопило, и так далее. Вот. И вплоть до вложения в товар, да, когда люди занимаются практическим бизнесом. То есть, но бывают вложения другие, бывают вложения в обучение, бывают в обучение в инструменты для работы, ну, вот, допустим, ноутбук, там, или компьютер, да, или какую-то программу установить нужно. Это тоже вложение в бизнес, но вложение в себя, в свой имидж. Когда люди начинают заниматься бизнесом, в первую очередь, что им рекомендуют, имиджмейкеры, которые вот продвижением занимаются в таких ключах бизнес, то очень рекомендуют, это первая рекомендация, поменять имидж. Это тоже вложение, это тоже стоит определенный день. Сделать какую-то стрижку, другую, чем была. Купить костюм деловой, да, для мужчины. Купить какой-то костюм или платье деловой для женщины. Привести в порядок себя, потому что это тоже вложение в себя. И вы их не можете потерять, потому что вы в себя их положили. Но без этих вложений бизнесом заниматься сложно, потому что вас люди, ваше окружение не будут воспринимать вас как бизнесом, как воспринимать его. Хорошо? Если вы поняли, о чем я сейчас говорила, поставьте тверости, чтобы согласны с теми категориями, которыми я бы сейчас объясняла. А мы поедем дальше. Дальше. Интернет-предпринимательство. В отличие от классического воспринимательства, когда мы занимаемся магазинами, или с какими-то лайками и так далее, то интернет-предпринимательство имеет огромное преимущество. Первое, это, конечно же, то, что нет их вложений, потому что это значительно дешевле, поддерживать интернет какой-то магазин или что-то еще. То есть интернет. Но еще это интересно тем, что ваш интернет-магазин может быть открытым 24 часа 7 дней в неделю, что невозможно сделать с физическим магазином, который у вас где-то когда вы арендуете помещение. Потому что на ночь вы должны закрывать его. Ну, как правило, закрываются магазины и так далее. И здесь еще плюс то, что так как у нас, даже если мы возьмем только нашу страну, потому что мы будем говорить не только о нашей стране сегодня, то у нас страна 8 часовых поисков. Если у нас сейчас вечер, на Дальнем Востоке уже утро. И, соответственно, ваш интернет-магазин может пригласить, чтобы не выходить покупать. Если вы посмотрите вообще статистику по посещению интернет-магазина, то вы увидите, что очень многие вот эти вот программы, которые выдают статистику, они выдают, что основной поток интернет-покупателей идет в ночное время, в течение 3 до 5 ночи. Поэтому это вот интересно. Дальше. Сейчас, конечно же, очень меняется взгляд не только продавцов, да, на переходе на интернет-магазин, но и в бизнес-покупателей на покупку разных товаров. И сейчас огромное количество людей понимают и мучаются покупки любых товаров разных через интернет-магазины. И я думаю, что очень многие из вас делали какие-то покупки в интернет-магазинах. Поставьте, пожалуйста, напишите, что вы покупали когда-либо или регулярно покупаете в интернет-магазине. Техника, учебники, обувь удобно покупать, да, ну, книжки, понятно, да, какую-то мелочевку вот для гаджетов, да, вот разные чехлы и так далее. Все вот это вот удобно, очень-то все намного дешевле. Потому что, во-первых, бытовую технику крупную тоже очень удобно покупать, цена намного ниже, чем в магазине физическом. Мебель, да, Татьяна, видите, подойдите, уже даже мебель покупает. Вот. И еще и доставка домой. То есть я, например, сейчас, если я что-то заказываю в интернет-магазине, если нет доставки домой, то стоит куда-то ехать, или куда-то рядом доставка, по крайней мере, рядом с тобой, да, то если нужно ехать куда-то далеко, то я никогда не выберу этот магазин, потому что я понимаю, что я потрачу на это очень много времени, а значит и денег. На добирание там на машине туда и так далее. Вот, видите, платье наутреннее покупала Елена. Обезда, например, многие игрушки заказываю на азиатских сайтах значительно дешевле получается, чем в России покупать. То есть там 2-3 недели туда нужно подождать, но цена будет очень сильно отличаться. За хорошие брендовые игрушки типа Лего и так далее. То есть это очень высокие цены в России. Дальше. То есть это вот маленький пример того, что вот Азор книжки, да, представляет, там удобные учебники покупать, то есть дешевле. И так далее. Итак, хотели бы вы стать владельцем интернет-магазина, который работает в 62 странах мира. Вот для кого это интересно? Кому идея создания своего интернет-визиса вообще привлекает, интересно рассмотреть, и тем более, если вы получите готовый интернет-магазин в более чем 62 странах. Кому это интересно? Напишите, пожалуйста. И мы будем дальше видеть. Дальше. Допустим, представим, вы решили открыть свой интернет-магазин. Да? Да, правильно и верно. Удобно, очень, не нужно в магазинах ездить, стоять очередях, тратить свое время. Да, действительно. И сейчас очень многие, кстати, брендовые магазины, которые работают физически, то есть все эти там, то есть спортмастер, еще что-то такое, у них есть всегда версия интернет-магазина, в которой цена может встречаться, какие-то акции дополнительные действуют, и есть доставка домой. То есть можно даже выбрать несколько товаров, вам привезут, померят, вы выберете то, что вам нравится. Да. Итак, представьте, что вы решили открыть свой интернет-магазин, и вам нужно выбрать продукт, направление, чем бы вы хотели заниматься. И вот тут очень важно понимать, есть определенные критерии. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес, ваш интернет-магазин не просто ежеминутно сейчас давал прибыль, а на протяжении долгого времени приносил вам доход, то товар, которым вы стали бы заниматься, должен отвечать определенным критериям. Первый критерий – это продукция должна быть нужна людям каждый день. Она должна быть естественного спроса, то есть ненадуманного спроса. Ну, то есть, как часто покупают люди какие-то, допустим, дорогие сковородки, или какие-то вещи, которые нужно еще объяснить, зачем она нужна, или очень узко специально направленные, какие-то инструменты, ну, или какие-то очень узконаправленные. То есть, если вы хотите, чтобы ваш интернет-магазин захватывал как можно большую нишу, вот этот сектор, вернее, людей, которым было бы интересно, конечно же, это должна быть продукция, естественно, жизненного спроса. Дальше. Второй критерий – продукция должна быть в соответствии с ценой и качеством. Должна быть, с одной стороны, доступная цена, хорошая, да, чтобы много людей могли покупать продукцию. Должна быть не вид продукции, да, не высокая цена. Но с другой стороны, должно быть хорошее качество, чтобы люди возвращались к вам, чтобы были постоянными вашими покупателями, да, клиентами. И третий пункт – это, третий пункт – это, 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 значит, опер, нужна людям, качество и цена. И еще будет неплохо, чтобы она заканчивалась, да. И для меня еще очень важно, чтобы продукция, которая была натуральная, да, если мы вот говорить, ну, вот уже подвижно к теме мы поговорим сейчас. И как нельзя лучше, вот под эти три критерия подходит, что у нас? У нас подходит, как правило, люди говорят, отвечают, продукты питания, лекарства и, как мне, посредство ухода личных диетов. Вот эти три продукты мы убираем, потому что это сложный вид товара, да, для продвижения, особенно, если в интернете, мы много-много-много решений, всяких, и так далее, старо-портящихся. Лекарства мы убрали. Ну, я-то не хотела никогда работать с лекарствами, потому что, во-первых, криминальный бизнес, во-вторых, лекарства – это то, что людей лечит, да, а я не фармацент, да, и я не хочу, в общем, подстраиваться с этим вниманием. Вот, и, конечно же, я думаю, что вы многие согласны, что средства личной гигиены, косметики, очень люди пользуются как людей, вот это очень выгодная ниша сейчас. Так вот, любой приниматель вам скажет, что бизнес нужно строить на продукции естественного и жизненного использования, потому что какой бы кризис не был, ни мужчина, ни женщина не откажется сейчас ни от чистки зубов, ни от принятия душа, ни от использования дезодоранта, крема и так далее. И какая бы ни сложная ситуация не была вообще в семье, даже если человек потерял, например, работу, и он еще сейчас только в работе, он намного тщательнее будет подходить к тому, как он выглядит. Потому что это его конкретная способность на рынке труда, где в этот момент. Согласны с этим? Останьте, пожалуйста, там, не знаю, ну, пятерки. Если вы понимаете, что косметическая продукция это та продукция, которая действительно всегда востребована, особенно если она хорошая в свое отношение к нему и качеству, да, взломаемый стресс и так далее. Я знаю по себе, что если я прошла, я мимо крупно легко пробегу, ну, может быть, схвачу там что-нибудь на ходу, да, а вот мимо ванны, то есть привести себя в порядок никогда не пройдет там. Какой бы кризис не был, можно доносить платье старое, можно починить туфли, можно примотать к машине выхлопную трубу, да, как она называется правильно, там, верно, приматывая из проволоки. Можно доездить еще года два на старой машине, но если закончилась зубная паста, где дадутся в ресторан, там, пеной для бритья, конечно же, все равно это будешь покупать, потому что без этого уже не хватит. И если говорить о сфере вообще внимания любого предпринимателя, классического, да, если мы говорим, неважно интернет или не интернет, конечно же, предпринимательство, оно все равно отличается, что человек берет на себя ответственность за то, что с ним, в принципе, происходит в жизни, да, и поэтому он обязан контролировать очень много разных функций в своем бизнесе. Это и продукция, где он ее будет брать, что это будет за продукция, кто будет партнером, поставщиком этого продукта, да, то есть вот это все рассвеживает, маркетинг, да, какие деньги он будет ставить в продвижении своего, там, магазина или интернет-магазина или бренда, реклама, имя, финансы, кредиты для хранения продукции, доставка, сотрудники, сайт-каналы, поставщики, конференторы, в общем, вот это вот все, это действительно так. И очень часто классический бизнес сталкивается с тем, особенно мало предпринимательства, с тем, что очень тяжело, крайне тяжело найти человека, который будет помогать, да, будет, так скажем, зам, в себя, и чтобы там, куда-то тебе там уехать на, хотя бы на 2-3 недельки отдохнуть. Потому что, как любой предприниматель, что принимает, классическое, я говорю, конечно же, высокую конференцию. Если вы берете человека в свой бизнес и обучаете его всему, будьте готовы к тому, про классический мы сейчас говорим, не про наш проект, а про классический бизнес. Будьте готовы к тому, что человек, которого вы всему научили, он в какой-то момент поймет, что он достиг определенного финансового потолка, и уйдет и создаст свой такой же бизнес и станет вам конкурентом. Так? И вот это тоже надо очень четко понимать. Дальше, что мы предлагаем? Что такое проект «Деловой квартал»? «Деловой квартал»? Это бизнес-проект, в первую очередь. Проект объединения предпринимателей. На данный момент уже в постам существует 200, уже предпринимателей действительно много, там 150-200, которые объединились для того, чтобы вместе строить бизнес, вместе заниматься обучением. Это готовый бизнес под ключ. Более чем 60 стран, 62 страны. Полная пошаговая система обучения и сопровождения, бесплатно. Возможность в свой бизнес в удобном для вас месте. Я сегодня буквально узнала об одном из партнеров компании, который уехал после конференции в Испанию и сейчас продолжает работать онлайн, вот так же, как мы с вами, уже из Испании. Буквально сегодня узнала о такой формате. Поэтому это очень здорово. Кто бы хотел иметь такой бизнес, который вмешался бы в одном ноутбуке или в компьютере, ноутбук удобно взять с собой и в любой момент вы могли бы поехать в любую точку мира, продолжать работать, продолжать поддерживать свой бизнес, интернет-бизнес и жить там, где вам нравится. Вас же никто не привязал к Москве, там, или по Петербургу, или Воронежу. Думали ли вы когда-нибудь, что где бы вы хотели жить в идеале, где бы вы хотели провести такую сознательную детскую жизнь, если бы у вас были на это деньги, у вас был бы бизнес, который бы позволял вам заниматься этим бизнесом на любой точке мира. Кому нравится такая идея, реагируйте, пожалуйста, человек, мне очень нравится. Вот, и, конечно же, классно то, что возможности, вот свой ноутбук, да, все инструменты, все рабочее место, все, что есть для работы, все умещается в одном ноутбуке. А возможность умещать с учебой или работой, возможность, для меня, например, как для мамы, двух детей уже сейчас, очень важна возможность быть хорошей мамой, самой забирать в ребенке из садика вечером, объективы на какие-то занятия, на спешки, и не перекидываться на нянь, там и так далее, не искать на кого-то постоянно, а именно совмещать это такое, да, то есть кто-то будет совмещать с учебой, удобно, кто-то будет работать, подрабатывать здесь, пока не достигнет нужного дохода, потом уже принимать решение, да, я так в свое время совмещала работу в проекте, с тренерской работой, с бизнесом, сначала мы закрыли бизнес, потом мы уходим с тренерской работой, когда мой доход здесь уже привыкел к источникам дохода, там я ушла, и сейчас просто уже занимаюсь спортом, до седатками, с этой теми я очень люблю, очень нравится, я понимаю, что этим нужно заниматься, это жизненно необходимо. Вот, комфортные условия, личная страница на сайте, оперативная доставка заказов от нашего партнера, о чем мы поговорим все, погибный рост, признание, в проекте вы очень много получаете, но самое главное, это готовый сайт, готовый инструмент для вашей работы со всеми необходимыми инструментами, материалами, обучающими, сопровоздающими, вот это самое важное. Дальше, вот как выглядит сайт, я думаю, что очень многие уже были, заходили и прошли дальше, да, присоединились к этому проекту, когда вы начинаете сотрудничать с проектом, у вас сначала просто страница, ваша неименная, как только вы выходите на уровень менеджера, у вас именная страница, с вашей фотографией и вашей теме исполнения. И вот этот сайт как раз для того, чтобы дальше уже увеличивать количество клиентов и покупателей на интернет-магазине нашего партнера, о котором мы сейчас поговорим. То есть это готовый сайт, сайт очень дорогой. Давайте поговорим о нашем партнере. Вообще, когда мы говорим о бизнесе, о предпринимательстве, то надо понимать, что здесь самое главное, даже не финансовые вложения, которые вы делаете в этот бизнес, а самое важное, тот партнер, или те партнеры, с которыми вы работаете. Будь то классический бизнес, как партнеры-постопщики, может быть, продукции, с которыми вы работаете, или вот наш с вами проект. Вот к подходу партнеров надо подходить, конечно, с вами очень ответственно. То есть почему Арифлейн? Потому что на данный момент это самая крупная европейская компания косметическая на рынке прямых продаж. Компания, которая работает более 47 лет на рынке в 62 странах, у компании собственная производство. Вся продукция компании средства личной бельями, косметик, косметик, я думаю, что практически все из вас, даже если вы сегодня первый раз на встрече, видели, когда-либо в жизни своей каталога, Арифлейн, мы являемся партнерами компании Арифлейн. Посмотрите, вся продукция, которая представлена в компании, она, естественно, на остроте. Это косметика. Во-вторых, это соотношение цены и качества. Очень высочайшего качества продукта намного лучше, чем аналогичная продукция от патинета, представленная в магазине. Объясню сегодня, чуть попозже, по всему причине. Так вот, продукция компании Арифлейн, она сертифицирована по всем европейским стандартам натуральности, качества, экологичности и так далее. Бизнес компании ведется по всем европейским стандартам. Это тоже важно. Но для меня, например, всегда очень важный критерий следующий. Да, у продукции здесь все сертификаты, натуральности, качества и так далее, экологичности. Но для меня важны две цифры. Поставьте, пожалуйста, свечательные знаки, если вы понимаете, что невозможно продавать на рынке сейчас в 62 странах 47 лет некачественную продукцию. Вот это очень важно, что невозможно существовать на рынке быть конкурентоспособными 47 лет в 62 странах, если ваша продукция не соответствует определенным стандартам людей, требованиям людей по качеству. Вот это важно. Вот это очень серьезно. Собственная производство на свой научный центр в Дублине институт исследования кожи. Компания сейчас ведет очень серьезные исследования именно по коже, по исследованию старения, вообще как это процессы и так далее. Огромные деньги складываются. И сейчас вышла на рынок как раз, за последние три года вышла две серии, очень серьезные, это экологен. и сейчас вот на рынке, да, вышла серия, которая как раз на протяжении 10 лет исследования кожи, которые привели как раз к этим разработкам. Это почему важно? Потому что в основном косметические компании производят белую косметику, крема, используя формулы других лабораторий, то есть просто перекупают формулы у других компаний. Это вот компания «Арифлейм», она сама разрабатывает эти формулы, а формула – это у самой дорогой крем, на самом деле. после него идут ингредиенты, а потом уже идут производства и так далее. Ну, вот по стоимости белой косметики. Так вот формула крема – это самое дорогое. И поэтому, естественно, что раз компания сама производит или разрабатывает формулы, естественно, что цена аналогична такой же по качеству, такой же по действию, такой же по ингредиентам продукции, как в каких-то других магазинах, да, то она очень сильно отличается. Конечно же, в «Арифлейм» можно купить намного дешевле продукцию, чем аналогичнее качество в каких-то других компаниях. Это тоже интересно. У меня есть целый набор слайдов, когда, например, сравниваю, я сама прям ищу, подписываю на разные источники, и брендовые компании, дорогие, классовый сегмент дорогого по уходу на косметике, используют такие ингредиенты, такие технологии, крем, стоят, но там от 15 тысячи выше. И когда потом читаешь у нас патологии на сайте, на разных рынках, она рассказывает, что об этих самых технологиях, об этих самых ингредиентов. А цена, допустим, там, ну, там, тысячу рублей стоит крем. Вот именно такая разница в категории кем-то. Дальше. Огромный товарооборот компании, огромный ассоциумент. Компания участвует в благотворительных проектах. Компания сотрудничает с королевской семьей Швеции, которая возглавляет как раз вот этот благотворительный проект «Сайлфуд», в соответствии которого идут в каждом регионе здесь компания работает, она идет в помощь детям, которые в данном регионе социументе живут. Является старшим членом социумент-продаж России. Это говорит о том, что компания абсолютно легальная, чистая, абсолютно специально работающая и так далее. Это все говорит о стабильности компании, о надежности ее как «Сайлфуд». Дальше. Почему мы выбрали еще «Сайлфуд»? Потому что продукция пользуется все абсолютно молодцы. Потому что косметика это личная везена очень высокого качества. Я прислала в этот проект из дорогой косметики до того, как я начала работать в этой команде. Я пользуюсь дорогой косметикой, поскольку деньги были, я занималась бизнесом. У меня была проблема просто, я периодически нарывалась в отдельную продукцию, даже покупая очень дорогие средства по уходу, люди красивые косметики. И мне было интересно. Я не сразу серьезно отнеслась, но я по-хорошему была очень поражена качества продукции и потом я поняла, что нет количества посредников, нет количества накрутов, нет накрутов за бренд, дорогой бренд и так далее. Поэтому цена не имеет. А качество соответствует самым высоким стандартом. Важно, почему еще узнаваемый бренд. Я думаю, что вы тоже понимаете, что раскручивать новый бренд на рынке это очень дорого, не всегда получается. Потому что все равно люди привыкают к какому-то определенному бренду, определенным бренду на рынке. И очень тяжело подвинуть кого-то и ввести новый бренд на рынок. Хотя конечно же многие компании пытаются, у кого-то получается, у кого-то нет, но если мы хотим с вами работать, именно быстро зарабатывать и быстро развивать свой бизнес, то проще и удобнее и экономичнее вкладывать уже узнаваемый бренд. Причем компания сама еще довольно много вкладывает развитие именно узнаваемых брендов. Отсутствие финансовых средств вложений. Действительно, это можно использовать арифлейн как франшиза в принципе, да, потому что вы используете для развития своего бизнеса уже узнаваемый бренд, крупный бренд, который работает уже 47 лет на рынке, для развития своего бизнеса. Бренд арифлейн. Дальше. Легальная прозрачность. Вы в любой момент можете зайти на кайф отвора компании и посмотреть все выплаты, все объемы продаж, которые мы с вами сделали, и увидеть все выплаты, которые вы получите в любой момент, вообще, в любой день, в ночь, в вашем программе работает. Подносит передать своего бизнеса на следствию, выплата дохода каждые 3 недели на счет, так как 17 каталогов компании выходит за год, то есть каталог длится 3 недели. Отплачиваемый итог, да, конференция от компании ИК-4. На данный момент чуть попозже расскажу, есть программа Мой автомобиль и есть возможность пассивного дохода с определенного уровня. То есть вы сами определяете, на каком доходе вы можете остановиться и сказать, что все, стоп, я хочу поддерживать этот бизнес, я хочу получать пассивный доход. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое пассивный доход? Кому это интересно и кто понимает, что это такое? Я немножко расспешиваю и расскажу. Пассивный доход это когда если вы ходите на работу по найму, это не пассивный доход. Это пока вы на нее ходите, вы получаете зарплату. Как только вы на нее перестали ходить, вы перестаете получать зарплату. Неоцебизнес, если, например, вы открыли какой-то магазин, это тоже не пассивный доход, потому что пока вы занимаетесь этим бизнесом, этот доход есть. чтобы перевести бизнес любой, ну, малый бизнес в классическом перевести пассивный доход, нужно взять огромные деньги, развить этот бизнес и чтобы этот бизнес уже поддерживали другие люди. Но это очень деньги, о которых я думаю, что мы здесь все присутствующие с вами, то есть мы не относимся к категории и которые говорят про этот бизнес, это нести новые вышки и так далее. Это вот про это я говорю какие-то крупные сети и так далее. Допустим, Facebook, читали, наверное, вчера новость, Петербергер, Петербергер, Марс, в честь рождения дофель 45% факций перевел благотворительный фонд, создал, да, с исправедением. То есть он говорит, а мне стоимость этих факций 19%, он 45 миллиардов, он говорит, а мне 1 миллиарда заплажает замуж, что мне, моим детям нужно проспать. Вот это активный доход. Поэтому, когда мы говорим о пассивном доходе, мы говорим о создании бизнеса, который будет вам с определенного времени приносить доход. Не важно, занимаетесь ли сегодня конкретно этой работой или нет, где вы находитесь, не важно, и так далее. Возможно, какие-то доходы. Очень много компаний у акций от компании партнера, компании Арифлейн в поддержку этого бизнеса идет, как для новичков, с акциями, с теми, с конференциями. Очень много это все на нашем обучении, вы все знаете, на сайте это есть, не буду часто останавливаться. Для меня очень важно два критерия. Почему для меня проект очень серьезное дело? Потому что, во-первых, это финансовая свобода, потому что никакая работа по найму. И я поняла, что, к сожалению, классический бизнес, если это не не стена и вышка, а именно магазины какие-то небольшие или какие-то салоны, это не финансовая свобода. Это точно такая же зависимость, а если не большая, чем работа по найму. Потому что ты привязан к этому бизнесу, ты никуда не можешь ехать, ты обязан постоянно это контролировать. Для меня здесь очень важно, что я могу развивать этот бизнес действительно именно в том графике, который я хочу, помогая другим людям развиваться, я увеличиваю свой доход. И, соответственно, каждый из вас, как партнер нашего проекта, помогает другим людям увеличивать их доход, увеличивать их уровень дохода в нашем проекте, увеличивать свой. Мне очень нравится принцип этот «помоги другому и тебе тоже будет хорошо». Для меня важно, что это возможность активного дохода. Два критерия. Подставьте в десяточку, если вам вот эти два критерия тоже интересны. В принципе, по жизни вам хотелось бы достичь финансовой свободы и иметь постоянный доход. Это значит, мы с вами вовремя и хорошо встретились в одном направлении. Хорошо. В нашем проекте можно работать как онлайн, через интернет-технологии, и мы обучаемся мы с вами. Мы все топ-манеджеры, все лидеры, которые будут проводить для вас обучение. Такие же онлайн-встречи я их провожу. Мы, мало того, мы еще проходим разные тренинги. Параллельно я сегодня проходила по Инстаграму. Шикарный тренинг, обещаю на следующей неделе его вам рассказать по продвижению в Инстаграме своего бизнеса. Вот, поставьте лично, если вам интересно, как продвигаться в Инстаграме, вообще, что это такое, и как более продуктивно работать в этой сети, как Инстаграм. Вот, но можно работать не интернетом, это бывает люди, которые говорят, что они не хотят работать в Интернет, но есть люди, которые не дружат, и ничего страшного в этом нет. Вот, офлайн, да, мы говорим, или живыми встречами, или кто-то домашними встречами, или встречами в офисе, и так далее. Вот, это все есть, с этими встречами мы тоже работаем. У нас сегодня с Ольгой, вот, одной из моих партнеров, была такая встреча в офисе, да, то есть мы работаем и в том и другом направлении, и в нашем проекте очень много лидеров, которые работают и офлайн, и офлайн, и это очень сильная сторона нашего именно проекта, потому что вы можете здесь получить поддержку со всех сторон, и в онлайн, и в офлайн. Проходят обучающие мероприятия, как онлайн, мы сейчас, и также будут обучающие мероприятия, тренинги, семинары, бизнес-школы, в офисе, да, если вы развиваете в Москве, например, или в Санкт-Петербурге вот у меня проходит тренинг периодически, то есть можно посещать. Также от компаний, кстати, проходит достаточно большое количество тренингов, офлайн, в офисах, расписания, вы узнаваете и в своих мастерах. Что нужно делать, чтобы зарабатывать в нашем проекте? Помните, мы с вами говорили о классическом бизнесе, сколько нужно всего бежать, говорить, контролировать? Это в нашем проекте очень важно, чтобы вы сейчас вот это услышали, поняли и постарались понять, ну, принять и понять. Нужно делать, всего три вещи. Мы сотрудничаем с проектом с компанией Арифлейн, наш проект. Наша задача увеличивать товарооборот интернет-магазина и компанией Арифлейн. То есть компания Арифлейн выплачивает нам определенный процент времени, я расскажу сейчас, за сделанный товарооборот, за организованный, не сделанный лично, да, а за организованный вами товарооборот. Соответственно, чем больше организованный вами товарооборот, тем больше ваш доход в данный момент. Поэтому, скажите, пожалуйста, мы с вами все присутствующие здесь, наши семьи, пользуются косметической продукцией, средствами личной гигиены и так далее, и тому подобное. Примерно сколько ваша семья тратит в месяц, или вы сами, на использование косметической продукции? Я посчитала, у меня меньше трот тысяч точно не уходит. Потому что это, у меня, хотя у меня три мужчины в семье, я одна девочка. Значит, там, шампунь, ели и так далее. Вот три тысячи у меня минимум. Если еще взять категорию wellness, это витамины и здоровое питание, которые тоже есть на отдельный каталог в компании Reclame, это шведское питание, да, здоровое питание, для здорового образа жизни. Вот, то, конечно, там чуть побольше, 5-6 тысяч. А вообще на косметику где-то от двух с половиной до 2 тысяч у меня точно уходит. Да, вот вы примерно такие цифры делаете. И вот скажите, пожалуйста, если вы заинтересованы в увеличении товарооборотов компании, вам за это платят деньги. Если вам понадобится гель для души, шампунь, там, не знаю, зубная паста, пену для бритья вашему мужу, лива, там, после бритья, дезодоранты, что-то еще. Где вы их будете покупать? В своем интернет-магазине компании Reclame, используя свой дистрибьюторский номер и увеличивая этот товарооборот. Или вы пойдете в сайте и магазин и будете развивать его бизнес. Вот это очень важно, потому что очень многие люди говорят, что можно я не буду покупать? Я говорю, можно. Только смотри, когда ты покупаешь в соседнем магазине, то ты развиваешь его бизнес. То ты развиваешь бизнес того человека, в чем в магазине ты приобрел. Если ты покупаешь здесь у себя, первое, что ты сразу получаешь, во-первых, от партнера 20% скидку на всю продукцию, да, под дистрибьюторскую скидку, если нет, и плюс еще дополнительные премии даже с личного товарооборота ты сразу получаешь. А если уж мы говорим про развитие бизнеса, про увеличение товарооборота, конечно же, та продукция, которую мы покупаем для себя, она тоже будет являться частью вот этого товарооборота. А значит, вы за нее будете тоже получать дополнительные проценты, бонусы и так далее. Спасибо большое за поддержку. Дальше. Увеличивать базу покупателей, это нет-магазинов, да, то есть, соответственно, увеличивать товарооборот мы можем через увеличение клиентской базы покупателей. Будут люди, которые привык просто для себя покупать, да, используя диском. Я три года была просто покупателем для себя, ходить к кредитным ценам. Замечательно, это тоже часть вашего товарооборота будет. Будут люди, которые захотят просто подработать, которые просто вот студенты, там, или, не знаю, пенсионеры, там, кто-то еще, просто показали друзьям знакомым, и заработали, там, 5-7 тысяч рублей дополнительных в потолок. То есть, даже если мы говорим о том, что продажа это не основной вид бизнеса, но эта возможность все равно есть. И такие люди тоже будут, которым интересно показывать каталог и зарабатывать дополнительные деньги. ничего страшного подъема, люди все разные. Дальше. И будут люди, которые так же, как и вы, да, будут приглашать своих друзей, знакомых или незнакомых через социальные сети, там, инстаграм и так далее, какие-то доски и объединения, именно зарабатывать. Люди будут разные, но наша задача увеличивать товарооборот через увеличение количества клиентов и консультантов в компанию Алисейс. Вот это за нас. И обязательное условие – это обучаться и обучать свою команду в дальнейшем, да, когда вы потепенно чему-то сами научились, но учатся в следующих видео. А без обучения не получится. Поэтому обязательно посещайте онлайн-встречи, если не успеваете, всякое бывает. Смотрите записи, у нас есть огромная вот эта уже видеотека записи, кабинет, где все записи выкладываются. То есть, обязательно обучение. Без обучения, без издата, может и будет, но он будет через 5-7 лет. Вам нужно быстрее, насколько я понимаю, ну, хочется всем быстрее зарабатывать хорошие деньги, правда? Дальше. Откуда берутся деньги? Если мы вспомним цепочку посредников, когда продукция попадает в магазин, да, в обычный магазин, как метрическая, попал шампунь или гель для душа, да, например. Когда вы покупаете гель для душа в магазине, вы должны четко понимать, как прочь любую другую продукцию, что себестоимость этого продукта, вернее, стоимость в магазине на полке складывается из следующих критерий. Первое. Это себестоимость для компании-производителя. Плюс прибыль, которую хочет производитель тоже получить. Он не по себестоимости отдает ее дальше посредникам, да, или крупным дистрибьюторам. И стоимости накруток посредников, их там от 3 до 5, да, средних. И стоимости транспортных расходов по доставке от компании-производителя к одному посреднику, по второму, между ними, со склада, в магазин, да, и так далее. В эту же стоимость войдет обязательно аренда помещений, зарплата продавцам, зарплата уборщицы в этом магазине, и так далее. То есть вот это все входит в стоимость. Покупая шампунь или гель для душа в магазине, вы оплачиваете вот все вот эти расходы, да, вы платите зарплату очень большому количеству людей, я хочу сказать. Но и это еще не самое страшное, да, и в принципе, себестоимость продукции при таком покупке, конечно же, значительно ниже. То есть если вы купили шампунь, например, за 200 рублей в магазине, как 150 миллилитров, то реальная его себестоимость будет, ну, максимум, там, может быть, 15 рублей, 15-20 рублей, потому что остальное все будет на самом посреднике. Но даже если вы можете себе позволить покупать дорогую какую-то брендовую косметику, то цепочка цена образования будет одинаковая абсолютно такая же. Вот. Но самое важное, что очень часто сейчас разные цифры, но я вот слышу цифры от 30 до 70 процентов, сейчас идет конкраспактная продукция. То есть эта продукция, хорошо, если это косметика, которая просто продается по другим брендам, да, более дорогим известным брендам, поскольку вот мы говорим, почему важно узнаваемость бренда, да, но очень часто это не просто не косметика, а вообще что-то непонятное сделанное, поскольку в России нет статуса на технической продукции. под логотипом с хорошей этикеткой и так далее. Дальше. Поэтому вот все деньги, которые пошли бы на посредников, компания готова платить нам с вами за продвижение продукции. Когда люди часто слышат о рекламе, они говорят, это продажа, да. Вот налегко вы видите, схема прямой продажи стоит такое. Когда между компанией-производителем есть консультант, который показывает каталог, собирает заказы. Это прямая продажа, это не основной вид дохода, этот источник дохода в компании есть, но это не основной. Почему? Скажите, пожалуйста, у меня очень большая просьба ответить сейчас на вопрос. Скажите, пожалуйста, кто сделает товарооборот больше? Один человек, показывая каталоги, собирая заказы, или 20 человек, купив для себя продукцию, то, что они пользуются каждый день для своей семьи. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что 20-30 человек, которые купят для себя этот товарооборот всегда больше, чем вы сделаете на личных продажах. И компания, рейсмейн в первую очередь, как наш партнер, она это тоже понимает. Из ней не выгодно, чтобы мы бегали с вами с каталогами. Компании выгодно, чтобы мы делали товарооборот групповой, организовывали его. Конечно же, по ходу жизни у нас у всех практически с вами образуются такие вот клиенты, которые заказывают по каталогу. Да правда, сегодня я покупала вкусные пирожные, вкусные пирожные покупала ребенку, детям вернее, и оставили каталог с сыном, со старшим. И мне буквально через полчаса звонит девушка. Я всегда через каталог знакомлюсь, потому что я сразу выйду для лояльных людей, корицы, потом я предлагаю стать моими партнерами в этом бизнесе, либо просто зарегистрировать и покупать для себя. Девушка позвонила, тут же буквально через час сделала большой заправок, новогодних подарков. То есть заправка, везде, где я бываю, я знакомлюсь с этими, оставляю рейдик, оставляю каталог, говорю, что я сотрудничаю с компанией Арифлейм, что это хорошая продукция. И поскольку я вкладываю вот эти деньги, помню, что мы говорили, вылезь, да, в себя, то поскольку я хорошо выгляжу, ну, я не про скромность сейчас, а вообще говорю в принципе. Поэтому люди, обращаясь к вам, если они видят, что вы хорошо выглядите, вы улыбаетесь, у вас все хорошо, то они с удовольствием будут брать каталог и спокойно относиться к вашему предложению, потому что они видят, что у вас хорошо, что вы хорошо выглядите и пользуетесь Арифлейм, да. Поэтому вот должен быть правильный подход, да, чтобы это не какая-то там тетенька замученная с какой-то сумочкой такой страшненькой, тот же и рыба, тот же и картошка, вот тут же каталог Арифлейм, вы понимаете, да, имидж, да, вот имидж очень важен в этом плане. Поэтому, конечно же, легче намного приглашать свой бизнес, партнеров, студентов, консультантов, когда вы вот смотрите в зеркало и спрашиваете себя, а вы бы пошли вот к тому себе на приглашение в бизнес? Поэтому это очень важно. И, конечно же, каталог Арифлейм очень часто является именно проводником, чтобы просто с людьми познакомиться. Но приглашать можно по-разному, можно приглашать через социальные сети, через закрытую информацию, да, мы тоже обучаем Аш. По-разному абсолютно. Вы выбираете тот метод, который удобен для вас. И в нашем проекте любом из этих методов вас могут научить и помочь вам работать. Дальше. То есть мы являемся, мы продвигаем информацию о том, что в компании Арифлейм дети или клиентная продукция, о том, что есть возможность зарабатывать деньги. Клиенты сами регистрируются в компании, то есть вы их регистрируете, вернее, в компанию Арифлейм и в нашем проекте, они непосредственно в компании начинают покупать продукцию, а вам компания выплачивает заложенный определенный процент за продвижение продукции, за этого товарооборота. Какие деньги выплачиваются? В каждую баночку, в любую, в любую, там, по марте и так далее заложены определенные деньги. 20 процентов, допустим, вот есть все на каталогах. Если вы зарегистрированы в проекте или в компании Арифлейм, соответственно, как партнер, то вы сразу же получаете доступ к дистрибьюторским ценам. А значит, вы сразу покупаете любую продукцию для себя, либо это собранный заказ на 20 процентов от цены каталога ниже, то есть по дистрибьюторским ценам. Если это продукция для себя, то вы сэкономили. Если вы собрали заказ, то вы заработали вот эти 20 процентов. Если вы там для себя купили или собрали заказ на примерно 6 тысяч рублей, то вам компания еще, вернее, от 10 процентов от всего этого заказа, от цены каталога, обратно на ваш номер, вы эти деньги используете в качестве оплаты следующих заказов. И еще 30 процентов заложены в продукцию. Сначала от 3 до 22 и еще 7 процентов. От 3 до 32 до увеличения товарооборота. Чем выше ваш уровень, чем выше товарооборот, тем выше процент времени компания вам выплачивает. И еще 7 процентов это бонусы за то, что вы помогаете другим людям зарабатывать деньги, становитесь директорами, да. Посмотрите обязательно маркетинг-план в задаче «Успешный старт». Есть мини-видео, да, короткое видео о маркетинг-плане, которое я как раз рассказывала там. Поставьте плюсики в то видео «Задача «Успешный старт», ролик, видео о маркетинг-плане, за что в компании «Ресейн» выплачивают деньги. Посмотрите, пожалуйста, плюсик в чате. И также в следующих задачах, по-моему, задачи «Консультант-1» есть полный на ответный план от Станислава Кварцова, это тоже под номером нашего проекта, это более полный, более подробный мужской расклад, именно все деньги, которые есть. Обязательно разберитесь, за что же компания платит деньги. Конечно же, товарооборот, но нужно понимать, как они выплачиваются. Так вот, 60% заложено на продвижение продукции, и 40% – это себестоимость продукции для компании. Дальше. Что будет в результате? То есть увеличивая товарооборот в компании, вы не просто зарабатываете деньги, вы увеличиваете свой статус по карьерной лестнице, который вы в компании «Риквейн», как нашего партнера. Дальше. Признание, банкеты директоров, премии, за каждое новое звание в компании выплачиваются новые премии. Скажите, пожалуйста, вам нравятся суммы на чеках, которые вы сейчас видите на фотографии? На фотографии как раз и есть все топ-лидеры, топ-менеджеры, которые в нашем проекте будут заниматься помощью вам, обучением ваших, ваших партнеров. И люди абсолютно все разные. Есть пенсионеры. Вот на верхней правой фотографии, с ними классика, моя мама, Селина Ивановна Ланяевна. Она по воскресеньям, каждое воскресенье, в 11 часов утра, она проводит онлайн-встречу, возможно, в проекте. Так же сейчас. Селина Ивановна сейчас на пенсии, топ-лидер в нашем проекте, порядка доход, ну, вот, 50-200 тысяч в месяц. Живет на берегу моря, купила дом сама, на берегу моря с большим стадом от Сочи. Скажите, пожалуйста, кто хотел бы такую пенсию? Ну, не обязательно в Сочи, хотите в Барселоне, хотите в Италию, хотите в Таиланде. Кому нравится такая пенсия? Не такая пенсия, как у вас, вокруг вас, пенсионеры за 12 тысяч рублей, да, набирают на лекарства или на продукты, а пенсия вот такая, да, человек живет в свое удовольствие, она продолжает поддерживать этот бизнес, она работает, она трудяшка, то есть, такой энерджайзер, то есть, я очень горжусь мамой на самом деле. Слева от нее, справа, вернее от нее, Ольга Пономарева, это тоже один из топ-лидеров в нашем проекте, это моя двоюродная сестра, да, которая сейчас тоже очень высокий доход в нашем проекте, математик по образованию, двое детей, человек, который умеет очень сложные вещи разложить очень простыми словами. Василий Кроссов на нижней левой фотографии, он сегодня присутствует здесь, это организатор нашего проекта, вдохновитель, человек, который действительно мог бы давно уже сидеть на пассивном доходе, но продолжает развивать этот бизнес, продолжает огромную помощь оказывать всей нашей команде именно в проведении мероприятий, потому что опыт действительно колоссальный, и это очень важно. И вот все люди, которые работают с мамой в нашем проекте, это люди, которые очень успешны, и очень большое количество результатов мы видели, особенно вот в прошлом каталоге, а в этом, я думаю, что мы еще больше будем получать новых результатов. Вот, это как раз все люди, которые работают, вы сейчас сидите на автографе. Тоже наши партнеры в нашем бизнесе, да, то есть люди из разного, есть предприниматели, есть студенты, есть школы. Я на одном из последних семинаров была, вообще видела, 15-16-летние школьники выходят на сцену, зарабатывают больше, чем их учителя, представляете? То есть это бизнес, который, неважно, полвозраст, какое-то образование, да, национальность, то есть любой человек абсолютно может здесь зарабатывать деньги. Самое главное – это желание. Желание обучаться, желание делать действия и понимание того, что это предпринимательство, это не работа по найму, потому что, что это в итоге принесет, в чем отличие. Работа по найму – это то, что, в принципе, нет вообще в принципе доходов, потому что, как только вы выходите на пенсию, вы выходите на счету, то, ну, если вы не зарабатывали, допустим, там, 300 тысяч по работе по найму, не успевали, что 50-ка в месяц складывать на счет банка на диспозит. Я не думаю, что здесь присутствуют люди, которые именно из такой категории рабочих по найму. То есть что будет в результате? Есть конференция. С какого возраста можно зарегистрироваться? Ольга, регистрация в проекте и в компании в 14 лет. Верхняя граница не определено. В 14 лет нужно работать. У меня сын, например, который со мной вместе работает, старший, которому 18, он в 14 лет со мной работает, зарегистрирован, он зарабатывает все карманные деньги, помогает, выбирает заказы по каталогам, я помогаю строить ему команду. То есть это у нас просто семейный вид. Вот. Путешествия. Я за яблый путешествую, это, наверное, одна из моих самых любимых занятий в жизни. У меня есть хобби, показывает весь мир. Поэтому я очень люблю, и компания предоставляет такую возможность. Четыре конференции за год сейчас проходят. Есть менеджерская конференция, есть для золотых директоров конференции и есть конференции для топ-лидеров. То есть с разного уровня. Вы видите на фотографиях на двух местах, потому что мы были на Круизе, был Париж, была Малька. То есть на нижней фотографии, на правой, я в центре стою в синим пластик, я такая упитанная на седьмом месяце беременности. Я серьезно не знаю ни одного больше бизнеса или какой-то работы по маймуту. Можно развивать детей и подниматься по карьере и увеличивать свой доход. Это действительно так. Это маленькое количество логотипов конференций, все не вошли. Огромное количество стран, где компания уже проводила, где компания заявила. Одна из очередных конференций будет состояться в Майами, да, юбилейная конференция. Это моя мечта побывать в Соединенных Штатах. Я не была, я очень много стран объездила, но в Майами я не была. Очень хочу попасть. И всячески, конечно, сейчас работаю, помогаю своим партнерам развиваться для того, чтобы помогать друзьям и самой России. Многие люди спрашивают, официальная ли выплата идет. Да, все компания выплачивает официально по договору. И существует такой договор, как оказание информационно-нослитинговых услуг. Вы заключаете в компании, когда уже хороший доход, на такой, чтобы имелось смысла открывать ИП, потому что там или выплаты, и сенсионный фонд, и налоговый. Вот вы открываете ИП, открываете счетбанк и компания банкует ему договор и перечисляет деньги всем на расчетный счет. По каждой 3 недели мы получаем вот такой акт. В первой пятнице каталога компания присылает электронно ввести такой акт. Деньги, как правило, уже все перечислены к этому времени на счет. Нравятся такие цифры? За 3 недели 93 295 рублей. За что получаем деньги? Это вознаграждение за услуги подключения потенциальных покупателей, пополнения и поддержания информационной базы покупателей продукции компании. То есть нам платят за увеличение базы и поддержание базы покупателей, стимулирование людей в нашей базе, совершать покупки. Вот и все. То есть пользуемся продукцией сами и приглашаем людей пользоваться и зарабатывать. Вот то, что нужно делать. Дальше, тоже акт, да, экспериментация. 270 тысяч рублей. Хотели бы вы такие деньги зарабатывать каждые 3 недели? Смогли бы вы чувствовать себя спокойно, зарабатывая такие деньги каждые 3 недели? Кто чувствовал себя спокойно бы и понимал, что все замечательно, люди мылись, моются и будут мыться? Это замечательный, уже даже пассивный, очень хороший доход. Поставьте что-нибудь, да. Я, например, очень хочу зарабатывать такие деньги, я работаю над этим. Готово. И самое главное, что помогая другим, растешь сам. Очень классный принцип. Спасибо огромное. Наши преимущества. Готовая система обучения и сопровождения. Возможность работать удаленно. Классное преимущество. Не надо мотаться на работу через Москву, через Петербург. Я не думаю, что сейчас в Воронеже или где-то в другом месте. Вот видите, Василий уже говорит мало, надо больше. Я очень хочу, чтобы каждый из нас с вами здесь присутствующий когда-нибудь там через год сказал, что мне этой суммы мало. Нравится вам такая идея? Мне нравится. Так вот, в любом городе сейчас есть проблема пробок. То есть, там есть дороги, есть автомобили. Поэтому работать удаленно – это классно. Так вот, отсутствие финансовых вложений, кроме тех, что вы складываете в себя. Вы знаете, я сейчас с девочками обращаюсь, с женщинами, с девушками. Здесь основное вложение, бизнес этот – вложение в себя, чтобы вы хорошо выглядели. Скажите, пожалуйста, Вам нравится такое вложение в бизнес? Когда вы покупаете новую помаду или вы купили новую, там, целый набор декоративной косметики или кремов, и вы сказали мужу – это вложение в бизнес. Мне нравятся такие вложения, чтобы хорошо выглядеть и говорить о том, что это вложение в бизнес. Покупать, пользоваться хорошей, качественной продукцией, хорошо выглядеть и получать за это деньги. Классная идея бизнеса, карьерный рост, признание Ваших успехов, реальная возможность зарабатывать сейчас. И мы огромное количество примеров видим сейчас. У нас большое количество уже новых результатов, а еще каталог не закончился. Приглашаем Вас всех в первый понедельник, в следующий, ну, в ближайший, который будет в понедельник, в 9 часов вечера. Вы увидите, сколько результатов. Я думаю, что многие из Вас тоже будут поздравляться на этой онлайн-встрече. Отпуск за границей, это конференция, обеспеченная старость, пассивный заход. Бизнес можно передать по наследству. Мы приглашаем в команду профессионалов. Если Вы сомневаетесь, что-то Вас там, обязательно задайте вопросы или мне сейчас в чате, или тому человеку, который Вас пригласил сегодня на встречу. Не стесняйтесь задавать вопросы, которые Вас волнуют. Обязательно не задайте. Потому что, скорее всего, вопрос простой. Но он для Вас кажется сложным. Дальше. Вы можете начать сотрудничество в тестовом режиме. Два-три месяца. Посмотрите, осмотрите. Понравится. Вы увидите, какая команда у нас. Вы не имеете вообще в суть работы. И дальше уже будете решать, насколько то степени для Вас этот проект. Что Вы дальше сможете сделать. Каких целей в своей жизни Вы сможете достичь. И мы будем рады с Вами сотрудничество. Спасибо всем огромное за то, что Вы сегодня поддерживали меня на этой встрече. Алене я желаю выздоравливать как можно быстрее, чтобы тоже проводить встречи. Если у Вас есть вопросы, обязательно задайте сегодня в чате. Мы ждем Вас завтра каждое утро в 9 часов утра в рабочие дни. Понедельника по пятницу в 9 утра проходит из соседок по рекрутированию. Если я не ошибаюсь, завтра ведет Елена Ревкина. Могу ошибаться, если я не успела посмотреть, торопилась, чем начать. Обязательно, если Вы хотите, чтобы Ваш бизнес развивался быстро, и Вы хотите быстро зарабатывать 30, 40, 50, 100 тысяч рублей, 270 тысяч рублей в 3 недели, тогда Вы обязательно должны присутствовать утром на статистике. Это утренняя планерка, где Вы получаете самые слифти по работе, которые сейчас работают. Вы получаете мотивацию, Вы получаете знания, опытных людей, которые сейчас в росте, которые растут и готовы Вам рассказать о своих хищах, о самых вкусах. Поэтому завтра в 9 утра мы ждем Вас на встрече. Договорились? Спасибо всем огромное. Если есть вопросы, задавайте. Я поставлю сейчас несколько роликов о самых распространенных возражениях или мифах о компании Айсу. Я здесь, задавайте вопросы. Спасибо. Если не будет, то прощаюсь. Спасибо. Спасибо.